В свои 66 Иван Иванович Шаров не по годам бодр и энергичен, при том, что 10 лет назад пережил ишемический инсульт, а после него редко кто восстанавливается. У пенсионера парализовала левую часть тела, не двигалась рука, трудно было говорить, дышать, ходить. По счастливому случаю в то время барнаульские ученые изобрели уникальный дыхательный тренажер. Уже через месяц терапии Иван Иванович пошел на поправку. С тех пор три раза в год проходит поддерживающую терапию на этом аппарате. Я считаю, что он все-таки помогает, поэтому я все-таки, почему я пришел к такому году, что раньше, когда я здесь дышал, тяжело было. А сейчас-то мне легко, значит, что-то организм на это делал, значит, что там происходит. Задышать полной грудью помог вот этот простой, на первый взгляд, прибор, напоминающий обычный ингалятор. Однако принцип работы отличается кардинально. Во время процедуры пациент дышит углекислым газом и при этом испытывает гипоксию, нехватку кислорода. По словам разработчиков, такая терапия приводит клетки организма в тонус, и они усиленно обновляются. Дыхательный прибор, дыхательный тренажер, который является медицинским прибором, и он предназначен для всех, у кого есть проблемы с поражением органов в связи с нарушением кровообращения. Инсульт, инфаркт, ДЦП, другие, более редкие локализации, например. Ученые уверяют, их тренажер помогает справиться с последствиями тяжелых заболеваний и улучшает состояние организма. Например, дети с ДЦП после дыхательной терапии начинают лучше говорить и двигаться, а пережившие инфаркты и инсульты даже больше, могут восстановиться полностью. Специалисты уверены, этот чудо-аппарат способен продлить жизнь человека минимум на пять лет. Его используют и здоровые люди для профилактики сердечно-сосудистых и неврологических заболеваний. Например, спортсмены. Тренировки для достижения положительного эффекта должны продолжаться в среднем около двух-трех недель. То есть формула простая. Ежедневно 20-30 минут, 2-3 недели с интервалом 2-3 месяца. Ученые уже оформили 12 патентов и завоевали с разработкой несколько грантов. Последние 3 миллиона рублей получили от Российского научного фонда. Средства направят на применение прибора в качестве лечения сразу после инсульта или криза, а не как дополнительную терапию. Полина Жданова, Сергей Балуев. Новости.